Каждый хоть раз смотрел телевизионную игру «Что, где, когда» и, может быть, задумывался над тем, чтобы поучаствовать в данной игре. Так, 19 октября студентам Казанского федерального университета удалось принять участие в спортивной версии «Что, где, когда». Конкурсом интеллектуальных боев подводится общий зачет. Собственно, награждается первые три команды, то есть первое, второе и третье место. И общий зачет награждается институт либо факультет, занявший первое место по общему зачету по пяти конкурсам. Это дебаты, эрудит «Что, где, когда», «Попади в историю» и «Как ты знаешь русский язык». По всему малому залу КСК «Уникс» разносился гол юных студентов, которые во все обсуждали заданные вопросы. По словам организаторов, всего было зарегистрировано 50 команд из различных институтов и факультетов. Ребята смогли отличиться не только своими знаниями в самых различных сферах, но и проявить креатив в названии команды. Так ребята с факультета политологии дали название своей команде, связанной с их будущей профессией, будущей политики. Кто-то в честь современных исполнительных или исторических моментов. Большая часть участников пришли на игру уже не в первый раз. Они начали участвовать в таких интеллектуальных боях еще за школьной скамьи. Я начала смотреть, что, где, когда в шестом классе. Меня эта игра очень привлекла и заинтересовала. В девятом классе я решила попробовать себя в качестве игрока. И пришла в команду своей школы. У нас был очень хороший тренер. И наша команда достигла очень больших успехов на городском уровне и на региональном. Сущность игры, чтобы проверить свою общую эрудицию. Не бывает какой-то сильной сферы. Ну, я так считаю. Либо ты знаешь немножко обо всем, либо ты не играешь что, где, когда. Спортивная версия игры, что, где, когда. Это отличная возможность проявить себя в сплоченной команде и показать то, на что ты способен. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...